Вот если смотреть на работу продюсера, который совмещает в себе и креатив, и менеджмент, и контроль за техническим воплощением, вот если посмотреть на те проекты, которые не попали в обзор, им что лучше подтянуть? Креатив, менеджмент или техническую сторону? Очень хороший вопрос. Сейчас я тогда посмотрю. Вот большинство тех работ, которые мне попались, которые, вернее, попали во вторую группу... Необозренных. Да, работа с проблемами, работа с недочетами, там главная проблема – отсутствие... То есть все проблемы этих работ начались с отсутствием идеи. Нет идеи, и дальше начинается неадекватное исполнение, потому что если нет какой-то стержневой линии, тяжело сделать логику, тяжело применить эту логику к выбору мультимедийных составляющих. И, соответственно, вот журналист не предложил идею, соответственно, продюсер, он мог бы в этот момент сработать и сказать, нет, товарищи, я это продать за деньги, не за деньги, за внимание аудитории, это продать невозможно. В этом нет, я не знаю, признаков продукта. То есть во всем этом должны быть классические признаки продукта. И вот когда эта связка, идея плюс менеджмент не срабатывает, ну, получается не очень внятное, не очень хорошее, не очень хорошее материало. Поэтому, отвечая, Оксана, на твой вопрос, я хочу сказать, что ответственность лежит вот на двух этих составляющих. Спасибо. Спасибо. Спасибо.